Не верю я вам. Не верю. В смысле? Вы так хорошо выглядите, активно. Это мой тюнинг так дорого стоит. Знаете, Третьяковская галерея. Смотреть можно, трогать нельзя. Рассыплюсь. И дорого. Ну, очень-очень скромно. Я думала, прямо сейчас здесь ягодицами такие пощечины дают всем. Я Лариса Гудеева. Это «Давай пожениться». Добрый вечер. Сегодня невесты Наталья. Анна и Алла. А жених у нас Александр. Здравствуйте, Фрэн. Проходите. Александр. 53 года. Осуществив с женой общую мечту переехать за границу, поняли, что больше их ничего не объединяет. Более 20 лет Александр живет в Германии. Руководит теннисным клубом. Является персональным тренером. Регулярно принимает участие в международных турнирах. Признается, что терпеть не может бытовуху. Александр уверен, что с первого взгляда вычислит женщину-потребительницу. А вот блондинку с предпринимательской жилкой и спортивной фигурой с удовольствием возьмет в законные жены. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Рады вас видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, я хотел вам немножечко маленькие сюрпризы подарить, точнее цветы. И нам это очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Надеюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Внушающее доверие. Александр, откуда такое вдруг жгучее желание уехать из России появилось? И когда, сколько вам было лет? Ну, я не могу точно сказать, сколько мне было лет. Это желание возникло постепенно, сформировалось. А вы этнический немец? Нет. Еврей? Нет. Коренной русский. И какие это были годы? Лихие? Когда все уезжали? Да, да. Окончательно это желание сформировалось в начале 90-х, когда были очень тяжелые времена. Вот тогда... Ну, и потом, наверное, кто-то еще соблазнил рассказами, как там прекрасно. Насчет соблазнил... Я, в общем-то, реалист. И в этом плане я не... как бы не позарялся бы. Сколько вам было лет? Ну, в начале 90-х мне уже было 30. Хорошая была профессия, образование, язык? Образование. Я экономист. А язык... Немецкого языка у меня не было. Я учил английский. Но перед отъездом я около года занимался немецким. Скажите, а вы поехали туда с женой или женились в Германии? Нет, я женился еще до отъезда. И у нас, в принципе, это была обоюдная идея. Она тоже хотела? То есть она вас поддержала? Да. А ребенок родился в Германии или... Да, в Германии, да. Сколько вы лет прожили в любви-согласии? В общем-то, нельзя сказать, что изначально у нас была великая любовь. Мы, в общем-то, довольно-таки разные люди. Слушай, ну, неплохой. Да, потрясающий. Симпатичный очень даже. Как Германия приняла вас? Германия нас, в общем-то, ну, не ждала, как и всех. То есть она нас не принимала. Но мы приехали сами туда. И я не надеялся, что она нас будет как-то по-особенному принимать. И, конечно, было сложно, прежде всего, в плане языка. Смотрите, а ваша жена была без образования, да, судя по возрасту? Нет, у нее было уже среднее... Ну, ПТУ. Техникум, да. Да. И вот как это не странно, что с какой-то реальной специальностью за границей найти работу гораздо легче, чем с высшим образованием, которое нужно подтверждать, ну и так далее. Да-да. Может быть, даже она и раньше нашла работу, чем бы, нет? Я практически с самого начала начал как бы не столько, не совсем, так сказать, на полный рабочий день, но начал подрабатывать тренером с самого начала. Хорошо, дайте про любовь. Что стало происходить в вашей семье? У нас как раз стало происходить то, что ничего не стало происходить. То есть мы жили своими жизнями, как бы своими интересами. Я больше не интересовался спортом, ее спорт не интересовал. У нее сформировался свой круг знакомых, друзей, общения. И мы постепенно, так сказать, просто жили под одной ключей. Ну, то есть жили хорошо. Раз у вас хватало времени и энергии на спорт, значит, вы не убивались на трех работах, чтобы выжить. И что, у вас все было хорошо? Ну, в общем... Потому что многие мигранты, им до какого там спорта, до кровати бы четыре там часа соснуть, потому что язык учить надо, потому что повышение по социальной лестнице нужно на это то же время. У вас хватало? Я не могу сказать, что такая была экстремальная ситуация, что совершенно было не в МАГТУ. Вот в этом плане, как вы говорите, что не хватало... То есть не быт вас развел? Не быт? Нет. Ты готова будешь переехать в Германию? Ой, не знаю даже, как-то это вопрос. Мне, кстати, очень нравится Германия. Я была в Мюнхене не один раз. Но... Надо пообщаться, наверное, я думаю. Вы развелись, у вас остался ребенок, она в Россию не вернулась, судя по всему. Нет. Ну и вот вы жених, молодой, красивый, самый возраст для того, чтобы теперь уже осознанно найти себе половину. У вас ведь была такая попытка, да? Вы встретили женщину? Да, я буквально сразу, как мы расстались, я вернулся, ну не вернулся, а на месяц приехал к себе в Харьков, из Харькова. И я познакомился там с женщиной довольно-таки быстро. Вот. И у нас очень бурно завязались отношения. И я потом предложил ей переехать, буквально через пару месяцев. А оказалось, что... Ну у вас было и сближение-то такое, прям скорое. Познакомились буквально в этот же день секс. Мужчина такая доступность обычно напрягает. То есть вам это все нравится, но жениться как-то вы на таких скороспелках не очень спешите. Ну понимаете, ситуация была такая, что короткий промежуток времени, мы съездили в Крым, провели хорошо время. И естественно, когда я вернулся, это все осталось... Так он целенаправленно, он в агентство специально пошел, и женщина вам это из агентства порекомендовали. Поэтому времени особо у вас не было, вы все и проверяли по ходу и быстро. А еще когда свежие эти ощущения вернулись в Германию, началась тоска, и вы ее решили вызвать, да? Да. Она к вам приехала? Нет. Получилось так. Я уже начал прорабатывать варианты ее приезда, и конкретно начал с ней разговаривать. И в этот момент она говорит, ты знаешь, я параллельно познакомилась еще с одним итальянцем, и я хочу попробовать съездить к нему в гости, посмотреть, как у него. Какой ужас, какой цинизм. И как вы на это отреагировали? Сказали, съезди, попробуй. Вы знаете, ситуация была очень странная. Дело в том, что этот итальянец живет уже в Германии, недалеко от меня. Как хорошо-то. Да, и она очень опасалась и боялась. Она говорила, что я не понимаю, куда я еду, и зачем я еду, и что там произойдет со мной. Типа, подстрахуй меня, не помоги. Ну, в общем, короче, она даже дала телефон. Какой цинизм, слушайте, я просто... Дала телефон этого итальянца. На всякий случай, типа, если будет. Я ее встретил, да. И потом я позвонил, она сказала, ты знаешь, мне тут очень неплохо, и меня это все устраивает. На самом деле такое ощущение, что просто он ее особо-то и не любил. Просто ухажает, чего-то не было. Он и не боролся за нее. День возникла. Какие глубокие такие чувства. Не обязательно глубокие. Если ему человек нравится, он хочет, как бы, оставить его, то он будет бороться. Вы мне скажите, пожалуйста, 53 года. К этому возрасту мы уже все что-то наживаем. Что вы-то нажили на чужбине? Что у вас есть? Дом, может быть, квартира? Вы знаете, я просто на эту тему хотел даже в самом начале немножечко сказать, что у вас передача исключительно о своем роде. Такой, другой передачи я не знаю. В Германии нет точно. Я думаю, по двум причинам. Потому что люди очень в общении практически не разговаривают о личном и о доходах. Поэтому о личном я вот не буду перебирать грязное белье. А то есть вы доходы нам не скажете ваше? Я вам объясню весьма понятную ситуацию, но цифры я не называть не буду. У вас работа? Да. А вы в собственности квартиры или вы снимаете? Снимаю. Снимаете. Все? А женщину вы приведете, ну вот ей же тоже надо адаптироваться. Она сразу пойдет у вас на работу или все-таки вы позволите ей посидеть? А вдруг сбеременеть сразу? То есть вообще какие у вас планы-то? К чему готовиться? Начальный этап знакомства должен быть, безусловно, более длительный, чем были у меня варианты. И это должен быть вариант такой, скажем, куда-то поехать вместе. Александр, скажите, да, мне только все понятно, извините, что перебиваю. А мне непонятно, Ларис, потому что Александр хочет, чтобы женщина сразу приехала и начала работать. А лучше всего, чтобы у нее бизнес был, правильно? Извините, я не хочу, чтобы она сразу приехала. А что же вы хотите? А, вы хотите пользоваться, у вас вон 25-35 молодым телом определенный период времени, а потом для себя будете решать, не вывозить, так вывозить сразу. Почему? Сначала нужно посмотреть. Когда к нам приезжают заморские женихи нашего разлива, прямо вот у меня сердце кровью обливается. С одной стороны, у меня внутренний мой патриотизм и женское такое сознание. И уж вы меня извините, даже, в принципе, извиняться мне не за что. Я в 90-е в России жила и выживала с двумя грудными детьми, будучи вдовой. И не искала легкой жизни, и как-то здесь свою страну восстанавливала, и этот патриотизм своим детям передавала. Поэтому, а тот, кто уезжал, для меня были предателями. И меньше всего, собственно говоря, мне вас жалко... Ну, это моя точка зрения, я личностного характера. А если же говорить с профессиональной точки зрения, то тоже безнадежный вариант. Почему? Потому что хороших девушек лучше, собственно говоря, у них есть родители, и хотелось бы, чтобы они всё-таки в России, потому что мы стареем, и семьи мы хотим, чтобы наши дети, внуки здесь рождались, они мотались по свету. Вот, поэтому, ну, наверное, не буду оригинальной. Ну, у той женщины, которая, во-первых, согласна уезжать на чужбину, которая ничего не пугает, особенно возрастной мужчина, ну, чё же я, шо я, костьми лягу, чтобы не пускать? Да пускай, собственно говоря. А вы помните, что, знаете, если жена не подарок, значит, она от Бога. Вот, шо получили, то и принимайте. Я тоже патриотка, потому что ещё очень странно, выезжают наши мужчины из России... И ищут здесь невесту. Да, приезжают и возвращаются за русской невестой. Я просто вам открою сейчас секрет один, вы только никому его не рассказывайте, ладно, пусть каждый на собственном опыте. Мужчины хотят молодую женщину, и женщины хотят молодого мужчину. Ровесников никто не хочет. Понимаете, это вот такой парадокс. И быть молодым, и быть как молодой – это две большие разницы. Поэтому, Александр, если будет женщина сегодня взрослая и достойная, она вам будет не нужна. Поэтому, муж, старайтесь, чтобы уговорить молодую. Тамара? Александр, вы не типичный козерог, несмотря на то, что Солнце в козероге, и с хорошей звездой, действительно счастливый. Луна вовне, и это даёт вам иногда какую-то внезапную внутреннюю детскую открытость и наивность, и надежды на то, что может не состояться, а может внезапно состояться. Понимаете? А вот для брака как раз вам нужна действительно молодая женщина, потому что так говорит ваш гороскоп. Луна вовне – это... Слушай, мне кажется, мы его должны взять в знак. Его луна в твоём овне. Знакомьтесь с первой невестой. Удачи. Проходите. Здравствуй. Меня зовут Наталья. Я искренне рада нашему знакомству. Признаюсь, такой формат свидания у меня впервые. Я надеюсь, что будет приятное общение. Очень рада. Спасибо большое. Пожалуйста. Наталья, 33 года. Директор по персоналу в крупной компании. Занимается йогой и пилатесом. Гордится тем, что побывала на карнавале в Бразилии и в лесах Дикой Амазонки. Супруг Натальи был похож на трубадуры и сказки «Бременские музыканты», но сиренады он посвящал не только своей законной принцессе. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думала, что трубадуры уже давным-давно не являются сексуальной фантазией современных девушек. Это, наверное, мой любимый мультик и вообще история о любви. Ну и вы так на принцесску похожи. Такая же худенькая. Это, наверное, семейная от мамы. Да? Да. Она у нас тоже очень стройная. А вы сестры? Да, мы сестры. Близнецы? Нет. 9 лет родницы мне сестрой. Очень похожа. Очень похожа. И разница в возрасте. Вы замужем? Да, это муж моей сестры. Вот говорят по тому, как выглядит женщина, благодарность ее мужу. Бережете. Мне кажется, сам этап нам подходит. У них такие вот черты лица. Черты лица, да. Они похожи. Скулы, да. В общем, ваш трубадур прекрасно исполнял сиренады под вашими окнами, и вы влюбились. Или не так было? Да, так. И как-то так случилось, что даже внешне очень похож был. Блондин высокий. Блондин, метр девяносто семь. Раскрешенные джинсы. Зеленые глаза, да. И потрясающий, конечно, голос. И вот у меня пел и пел сиренады. Пел и пел луч солнца золотого. И вот я екнула, в общем-то. Ага, и женились с коренькой? Нет, он не хотел вообще жениться, но... Потому что трубадура не женится. Нет, потому что у него идея-то любовь сама, а в общем-то не брак. Но мы очень долго встречались, жить начали рано вместе. А потом я вышла замуж уже после пяти лет совместной жизни. Ребеночек родился? Да, через два года. А он все пел? Ну, он еще раз поет. Только вам? Или принцессок много? Да. Ну, вот он не может себя сфокусировать, наверное. Это действительно выяснилось, что не только для вас пел? Да. Муж работал диджеем? Сначала работал диджеем, да, потому что очень хороший слух пел. У вас брал с собой? Мы часто отдыхали, пока были молодые, но потом ценности сменились. Ну, когда ребеночка натанцевали, то уже остались дома. В общем-то, да. А вот все, в общем-то, в том же ритме. Продолжал петь и плясать, и я понимаю, что... А день же от ног приносил? Может, пусть танцует? Это же работа его. И денег не приносил? Да я сама работаю. Здесь вопрос не в распределении, наверное, ролей, а... А вам вообще не нужен мужчина, который зарабатывает? Конечно, нужен самостоятельный. Тот человек, который понимает, что он хочет. Но он был очень самостоятельный. Когда у вас начались схватки, он самостоятельно принял решение не ехать и не отвозить вас в больницу. Он сказал сама. На самом деле, смешная история была, потому что были предмайские праздники как раз, и мне сказали, что иди спокойно отдыхай, ничего у тебя не будет. А его труба звала... А он был в другом городе, и мне пришлось самой как-то решать этот вопрос, и я уже приехала, когда уже нужно было рожать, и за час я родила. Ну, а встречалась роддома? Да. Ну, вот вы заметили, какая тема, что не надо всё-таки на себе никого женить. Не надо. Вот она суть, пожалуйста. Мужчина должен сам, нельзя давить. Самое прекрасное. Он должен захотеть сам. Шампунем «Лошадиные силы» наши участницы точно обретут счастье в личной жизни, потому что роскошные волосы – это самый короткий путь к сердцу мужчины. Вам 33 года, 20 лет разница с Александром смущает? Нет. Если всё у вас сложится, и вам придётся уезжать, муж не будет ставить препоны, нет? У нас не было такой ситуации, я не могу сейчас... Ну, как вы себе фантазируете? Отпустят вас с ребёнком или начнут мстить? Смотря как вы сейчас с ним общаетесь. Если скажут, нет, на чужую сторонку, а как я буду видеться? Ну, я могу так, что сейчас у него всё сложилось, и фокусироваться, наверное, на мне, в первую очередь... Ой, мужчина, злопамятный. А вас вообще не смущает? Ладно, возраст вас не смущает. А то, что у жениха ничего нет, 53 года. Ну, у него есть любимое дело, которому посвятил своя Женя, это стоит уважения, наверное. И я вот, например... Вам всё равно. Нет, мне не всё равно. Я на той неделе думала, куда дать ребёнка, и мы решили с коллегами, что пойду отдавать в теннис, и здесь поступил звонок с вашей передачи. Я была в шоке, когда сказали, кто будет жених. Ребят, во-первых, вы абсолютно монтируетесь, вы выглядите потрясающе. Вы такие стройные, спортивные, поэтому мне как раз видится, что всё может быть. И вот на этой прекрасной ноте я хочу спросить, есть у вас три бонуса? Свидание наедине, скелетка в шкафу и семейная традиция, либо тайная? Семейная традиция. Есть такая? У нас есть семейная традиция. Мы на 1 мая со всей большой нашей семьёй собираемся и едем в загородный дом. Отмываем его, устраиваем большой праздник под открытым воздухом, шашлык, песни, танцы, баня. Много-много гостей, разные конкурсы. И это приурочивается к дню рождения моей сестры, у неё 27 апреля, и дню рождения моего сына, 29-го. И мы сами всё готовим своими руками. Мы не покупаем ничего, и каждый обменивается опытом, что вот она из своей семьи выносит всякие вкусняшки. И то, что мы с матушкой делаем. И молодцы. Да, это вот шоколадная, там, графская колбаска, как она называется. Шоколадная? Да, из шоколада. С печеньем, наверное, да? С печеньем, с орешками. А где она? Вот. Ну, вы нам хотели... Покажите, давайте, дарите, покажите. Нет, вы то, что... Ну, пусть разрежет, пусть разрежет. Тогда пусть она твоё режет. А то мне всё равно. А моё не надо. Пусть моё режет, хорошо. Вообще у неё правильный тоже подход. Путь, знаешь, мужчина лежит через желудок. Через колбасу, да. Розалия, угощайтесь. Да ладно. Угощайтесь. Прямо вот, да. Ты меня там все пришла. Поменьше, очень вкусно. Очень вкусно. Тамарочка, угощайся, пожалуйста. Сюрприз покажите. Мне нужно переодеться. Пожалуйста, мы вас подождём. Спасибо. Игорь и Светлана, я смотрю, дружно живёте, да? Да. Нет у вас такого. Примите в свою семью. Человеку нужно, да, больше внимания, потому что... Ну, они же как раненые приезжают. Нужно быть немножко внимательнее хотя бы первое время, да? Здесь вот для меня главное отношение к Наташе. Если человек будет любить, ценить... Язык знает? Наташа? Английский? Немецкий. Немецкий, нет. У неё хорошая семья, друзья. Ну, они же и друзья. Такие, да. Семья, да. Я точно уверена, вот сто процентов, что папашка как ключит сейчас это, не отдам, дитя. И всё, и будете помогать ей воспитывать. Может быть, да, такая вероятность? Да будет, конечно, тут её же понятно. Чё, это она будет жировать, как говорится, вот за границей, а я там буду это, трубадором. Не-не-не. На самом деле время всё расставит на свои места. Только у нашего жениха времени нет 53 года. Поверите, мне тоже скоро будет 50, и жизнь только начинается в это время. 50, понимаете, не начинается. Уже наоборот. Я даже у нас озвучила, как, чтобы меня похоронили. Объяснила детям, всем рассказала, чтобы проконтролировали. Ну, это правильно, это цивилизованно. Понимаете, возраст такой уже. Роза, вы знаете, не верю я вам. Не верю. В смысле? Вы так хорошо выглядите, активно. Это мой тюнинг так дорого стоит. Знаете, Третьяковская галерея. Смотреть можно, трогать нельзя. Рассыплюсь. И дорого. Давайте посмотрим на сюрприз. Абсолютно, да, как в точку попало. Прямо сразу в теннис. Прямо сразу в теннис. Значит, наша задача с вами, чтобы вы мне поставили правильно в позицию. Это почему-то очень не теннисный мяч. Так положено. Давайте. Как мы делаем правильно? Для начинающих, в принципе, первое начинается с того, как держится ракетка. Так. Вот так называемая универсальная охватка. Вот так ставим? Да, да, да. Да, вот так. Значит, ракетка держится так, чтобы грань проходила между двумя пальцами. Большим и указательным пальцем. Да. А затем первое упражнение. Можно? Можно же откажу. Накажу, да. Первое упражнение – набивание мячика просто так. Так. Одной стороной, другой стороной, переменно. Давайте попробуем это опустить. Он не прыгает. И вот для более легкого варианта, может быть, туда его куда-то вот? Вы мне поможете? Туда его? Да, прямо Розе в очки. Говори себе Розе кому-нибудь. А, у нас серьезная нам конкурентка, кстати. А как мы поступаем с конкурентами? Ну, надо взять. Мы их выжимаем просто. Мы берем их за волосы. Ну, нет, нет. Мы не будем так. Нет, нет. Это не наш метод. Если бьется туда ударом справа, то, значит, исходное положение вот такое вот, да? Потом поворачивается, человек сделает замах и удар. Вот, я буду делать замах, а вы мне помогайте, пожалуйста. Хорошо. Так силу удара была очень верная. Хорошо. Чудесно. Исходное положение. Это я называю бегущий мишень. Поворот, замах, удар. Поворот, замах, удар. Стань ты сзади уже, давай! Так, исходное положение. Хорошо, так, так, немножко ноги сошлугнуты в коленях, немножко на ширине плеч, на ширине плеч, в коленях, да? Затем замах и поворот немножко. А мячик кто будет подавать? Мячик я брошу. Давай. Вот так. Отбрасываю мячик. Нормально. Надо было кричать, как Шарапова, может быть, он быстрей к ней пристроился бы. Ну, я думаю, для начала достаточно. Да, товарищ есть. Все, спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо лучше делать. Да. Я говорю, покажите сюрприз. Вот это сюрприз. Научите меня играть. Проходите. Розочку не забудьте. Ну, это тоже... И ножик. Это тоже сюрприз. Александр, все на чистоту. Мы не играем в игру. Кто похвалит невесту лучше всех. Тот ничего не получит. Говорите, что вы чувствуете. Ну, мне понравился сюрприз, во-первых. Очень такая стройная дюймовочка, я бы сказал, живая. Очень интересная девушка. А я считаю, что сюрприз не говорит ни о чем, потому что я тоже своему мужу говорила, поставь, поставь свою любимую музыку. А вот это... Нет, это вообще ни о чем не говорит. Это потом начинается. А можно музыку выключить? Голова болит, устала и так далее. Ни о чем не говорит. А парень-то нормальный. Главное, тактически подошел к решению задачи. Роза, как тебе? Ну, мне Наташа понравилась. Кстати, вот этот вот адресный сюрприз. Значит, семейные всякие традиции хорошие. Мне Наташа понравилась. Мне понравились ее родственники. Муж сестры просто потрясающий. Такой заинтересованный. Так глаз горел. Понятно, что хочет счастья для своей... Кто, наверное, ему заловка, невестка. Это неважно. Конечно, я молодец. Я молодец. Что звезды? Наташа Рыба, меркурианского типа. Это значит, что этот человек подвижный, интересующийся самыми разными вещами. И партнеру уделяет первое место. То есть она раскрывается благодаря браку и работе. Но Луна у вас одинаковая. То есть вы должны были очень хорошо почувствовать ее внутреннюю жизнь и ее внутреннее я. Вот, скорее всего, это должно было проявиться. Потому что вам должно было быть сразу понятно, что это за женщина, сложатся ли у вас с ней отношения. Они вполне могут сложиться. Ребят, вот то, что нужно, такой спортивный, классный парень. Не знаю, мне кажется, он немножечко это нудноватый. Знакомьтесь со второй невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Алекс. Я Алла. У нас с тобой есть кое-что общее. Я тоже люблю теннис, только настольный. Где же наши ракетки? Очень рад тебя видеть. Рад, что ты будешь в шоке. Спасибо. Прекрасно выглядишь. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АЛла. 34 года. Управляющая в магазине элитной одежды. Занимается танцами в стиле тверк. Пишет стихи и любит путешествовать по Европе. Мечтает научиться водить мотоцикл. Предупреждает, что свобода любима. Тяжелая беременность, отсутствие секса и 20 килограммов лишнего веса положили конец браку Аллы. Надеется, что для Александра она будет желанной при любых обстоятельствах. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, это я где-то услышала. Сегодня ты танцуешь тверк, а завтра родину отверг. Поэтому, вот мне, например, кажется, что для этого стиля танца телеса нужны. А как по-другому-то? Кстати, а можете прям на вскидочку, нет, показать для настроения? Или это будет сюрприз? В таком платье не вскидывается. Не вскидывается. А поднять, конечно, это уже будет кан-кан. Понятно. Рыбочка моя, ну что? Ну, вы же до замужства не страдали от избыточного веса? Безусловно, да. Я весила 54 килограмма. Были моделью. Да, да, 6 лет работала моделью. Да. А потом вышли замуж, родили ребенка, и вот они гадские килограммы. Вообще. Хороша в теле, глаза большие, попа крупная. Аллося. Да. И когда вы набрали, вы что, своему мужу не сказали, что это нормально, это гормон, сейчас перестану кормить и все сброшу? Или самой себе нравились? Да, я нравилась себе, потому что я всегда занималась спортом с 6 лет. Я как раз теннисистка, только настольный теннис. И поэтому... То есть наоборот, ты себе телесные понравились больше? Ну, вы знаете, здесь дело не больше, меньше. Дело в том, что я просто люблю себя. Вот и все. Молодец. А муж говорит, Алка, не похудеешь, спать с тобой не буду, да? И в этом дело, и вообще в том, что когда я родила и кормила молоком, для него почему-то этот запах стал каким-то неприятным, не в том смысле, что неприятный запах, а в том смысле, что от меня теперь не пахнет сексуальной женщиной, а пахнет мамой. Что ж это вообще не вариант? Вообще, она очень достаточно такая большая для него. Основную часть своего времени он посвящал работе. А вы в это время пошли в клуб и сбросили 10 килограммов в угоду ему. Тогда, когда я закончила кормить ребенка, я пошла... Хотя у меня уже было образование выше, да, на момент рождения ребенка, я еще захотела получить диплом фитнес-тренера. Это я правильно понимаю, ваш муж вовсе не бедный человек. Нет, абсолютно. Он зарабатывал, он вас одержал, пока вы беременные ходили, грудью кормили и так далее. Правильно? Он содержал, но сразу хочу сказать, он мне выделял ограниченное количество денег. А сколько вам надо было? Больше, что ли? 7 тысяч рублей в месяц. Ну так. Хотя, естественно, он зарабатывал... Да, я знаю даже, что вы для того, чтобы как-то освежить ваши чувства, решили его, так сказать, заставить ревновать и поехали с подругой в Турцию. Цели, может быть, и не было ревновать. И, кстати, подруга оплатила мне эту путевку. Он мне не дал денег на то, чтобы я съездила. Он не хотел сам путешествовать, потому что занимался карьерой. И мне подруга помогла. А сколько ребеночку было лет, когда вы собрались в Турцию? Два года. Слушай, мы что ли с тобой ездили в два года? Но мы ездили с мужем, а она одна. А ребенка оставила с родителями? С бабушкой. Ну и что, и поехала отдохнуть. Два года с детем и год практически беременной. Ой, и что теперь? С двумя, а вон ничего. И была возможность... Спасибо подруге, кстати. Подруга, привет. Молодец. Вытащила вас из этого кошмара. Да, и это такой бальзам был. Потому что я дома не слышала ни одного слова о том, что ты красивая, ты достойная. Ну, а нам хочется этого. Ну, в общем, по одной схеме, да. И кому-то дали свой номер телефона? Да, общение было больше дружеским. С турками? Но... Да. С турками, не с соотечественниками? Да. Какие дружеские с ним могут быть отношения? Рыба моя, блондинка, голубоглазая. Дело в том, что у меня жесткие принципы, я принципиальный человек, я... Принципиально замужние дамы не дают на курорте номер телефона. Знаете, это был вот щелчок такой, что я хотела еще, может быть, продолжение слушать, хотя бы, не слушать, хотя бы, а читать, какая я красивая. Наверное, в этом дело было. Ну, давай поверим, Рос. Хорошо. Хорошо, муж увидел? Да, я оставила телефон на видном месте, и пришло СМС с содержанием, что хотелось бы снова увидеть тебя. И он подошел ко мне, и, вы знаете, это был повод для разговора. А о чем договорились-то? Договорились о том, что ни у него, ни у меня не осталось никаких эмоций, ни сексуального. Понятно. Вы остались не врагами. Почему ребенок живет с отцом сейчас? Ребенок живет с отцом только по одной причине. Два с половиной года назад я получила предложение, очень хорошее, переехать как раз в Екатеринбург, занять хорошую должность, управлять несколькими магазинами фэшн-бренда. Но я попросила дочку с собой поехать, а она сказала, ей сейчас 12, на тот момент было 9 с половиной. Она сказала, мам, ведь ты будешь постоянно работать там, и я буду сидеть дома одна, а здесь у меня все, бабушки, ее бабушки и так далее. Хорошо, а как долго она еще будет жить не с вами? Это ее желание только. Мне кажется, что она хочет... Смотрите, нет, Аллочка, смотрите, она сейчас вступает в такой возраст, когда мама... Вообще мать ребенку любого пола необходима не пунктирно, а каждый день, каждый день. Как может женщина жить со своим ребенком? Наверное, как-то может. Бантики, шмантики, разговоры все. Мама должна быть обязательно рядом. Можно, да, я скажу. Во-первых, она меня видит, и мне кажется, что она меня видит больше, даже если бы я жила с ней. Почему? Потому что все выходные... Она как вас видит в интернете? Я после работы, пять дней отработала, после работы сажусь в поезд и еду к ней. А уроки? А уроки она... А обидела, а Дашка, а Машка, а Вовка, а слезы, а учительница дура, а обидели... Мы каждый день, каждый день на связи. Хорошо, ладно. Если у вас все служится с Александром, не будет ставить палки в колеса ваш бывший? Нет, конечно. Кто-то не кто? Вы берете ребенка с собой или ребенок останется? Вы знаете, вот это я и хотела сказать. Она не поехала, скорее всего, только потому, что я одна. Дело в том, что если у меня будет семья, и будет пример, наконец-то, нормальной семьи, я тоже бы не хотела, чтобы она видела, да, что мама воспитывает и одна. Или, допустим, в восьмом, в девятом классе, за границу, где другая система обучения, язык. Как вы будете это решать? Понимаете, с пятилетним ребенком легче, правда? Пошел в школу и в течение года уже знает язык. А что будете делать с подростком? Вы знаете... Вот мне кажется, это проблема нарисовывается. Она учится в английской гимназии, то есть она владеет языком. Здесь уже языковой момент решен. Поэтому надо, знаете, что сделать? Нужно просто привести, показать ей. И если возникнет внутренняя ее мотивация остаться со мной, ей понравится... Она прямо живет с вашим бывшим, да, в квартире? Да, конечно. Это все тот поганый, который, в общем-то, вам жизни не давал, денег не давал. А дочке, как я понимаю, с ним неплохо. Вы знаете, он мне давал жизни, он не давал мне ощущения того, что я женщина. Красивая, желанная. И что теперь? Естественно, женщина любит ушами, но если он не делал, ну, напросись-то сама. Или как бы сделай так, чтобы он захотел тебе сделать комплимент. Подарите любимым стройную фигуру. Диета Елена Малышева и набор готовой еды для снижения веса. Готовить не надо, все уже сделано для вас. Просто ешьте и худейте. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и скелет в шкафу. Скелет в шкафу. О, какой же у нас скелет. Девушка в красном. Да. Присутствует ненормативная лексика. Грешна. Ну, естественно, она же руководитель фэшн-магазинов. А там кто? Там начинает администратор до складских рабочих. А как ты поговоришь с сотрудником склада? В смысле, вы ругаетесь матом? Да, я ругаюсь матом. Я очень эмоциональный человек. А зачем вы ругаетесь? Вот, наверное, это где-то внутри сидит какой-то матершинник. Сюрприз покажите. Я думаю, что сюрприз нас удивит всех. Сюрприз? Да, мне кажется, что она должна прямо что-то такое роковое сделать. Она очень яркая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, я хочу в студию поближе. Вот это. О, 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 о. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего не показала. Покажи самое все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы смотрели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо мне это попробовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, понимаете, если... А в этом танце скромничать, то лучше его и не показывать. Спасибо большое. Заберите цветочек. Ну, очень-очень скромно. Я думала, прямо сейчас здесь ягодицами такие пощечины надает всем. Александр, как вам? Мне как-то показалась немножко запутанная жизненная история. И этот момент, что ребенок не с матерью, тоже не совсем понятен. И такой же, как проскочил какой-то такой момент похожести с моей бывшей женой. Тоже внешней похожести, скажем. О! Что-то есть, понимаешь? То есть энергия, она все-таки никуда не спрячешь, понимаешь? Это все естественно. Роза, тебе понравилась Алла? Ну, Алла, хороша, хороша, собственно говоря. А мне кажется, вот я уже вам говорила, Саша, это ваш лучший вариант. Вот вы какой-то смешной. Вас покоробило, что она ребеночка оставила с другим мужчиной. Ну, так радуйтесь, вам проще будет. Не покоробило, я просто обратила внимание, задумался. И что? Вам же жена нужна, а не женщина с детьми. А что, зато молодая, вон как пупка трясет. Я думаю, что Алла хороший человек, она очень хороший друг. Она привыкла полагаться на себя. Она очень самостоятельная. И, может быть, не от хорошей жизни, она переехала в большой город, где и занимается своей работой. Ты вообще молодец. Алла, ты самая лучшая, самая лучшая наша. Спасибо большое. Ты молодец. У вас разный внутренний мир, абсолютно. То есть, несмотря на то, что может быть очень хорошая близость и сексуальная совместимость, очень хорошая с этим человеком. И теплые отношения дружеские. Но вот поломать копья, поругаться, может быть, вам это и нужно. Это будет обязательно в ваших отношениях. Ты его взбодришь, понимаешь? Он, видишь, немножко... Он какой-то затюканный. Какой-то растопит, шлет его сердце. Еще есть одна невеста. Знакомьтесь. Александр, добрый вечер. Очень приятно познакомиться. Зовут Анна. Очень приятно. Будем узнавать друг друга дальше? Да, это вам. Спасибо. Спасибо. Анна. 30 лет. Помощник директора в коммерческой компании. Обожает охоту и рыбалку. Занимается фитнесом, поет в караоке. Гордится тем, что блестяще готовит пасту с черной каракатицей. Мечтает о даче в Европе. Признается, что все время опаздывает. Вдовев, Анна только через два года позволила себе вступить в отношения с мужчиной, но была жестоко обманута новым избранником. Надеется, что Александр сможет вновь сделать ее счастливой. Здравствуйте. Добрый день. Как мне нравится, когда женщина выглядит вот так, как вы, перфектно, вот как на парад. Обожаю просто. Готовилась, готовилась. Это такое уважение и к программе, и к жениху, и к зрителям. Потрясающе. Я, кстати, такой одевала, знаешь, на Новый год, если ты помнишь. Такой маленький, литл. Такой маленький вариант коктейлей. Коктейлей. Что случилось с вашим мужем? Муж у меня погиб. Это произошло пять лет назад. Вот. Все случилось достаточно быстро. Тромб оторвался? Тромб. А вообще не предвещало ничего? Ничего, абсолютно. Он был очень высокий, он был достойным мужчиной, здоровым. Без вредных привычек? Без вредных привычек, абсолютно. Он вас приучил к охоте? Да. То есть жизнь била ключом, все было хорошо, ребенок родился в любви. Да, в любви, да. Когда вдовели, сколько было ребенку лет? Год и четыре месяца. Мне кажется, она не встряхнела. Она не встряхнела. Она такая вся сдержанная. Очень спокойная, какая-то ровная она. А почему официально не оформили отношения, даже после того, как родился ребенок? Вы знаете, мы как-то поначалу не были этим заняты, а потом мы буквально за месяц мы это все планировали. А тут вот произошла такая трагедия. Для меня мир рухнул абсолютно. То есть все поменялось. Такое ощущение, что я стала буквально... Скажите, родственники, друзья поддержали или как водится, нет сына и не нужна уже? Как водится, да. То есть остались единицы, причем те, которые, наверное, я и не видела в жизни, просто поддержала. Секундочку, а у меня сведения, что компаньон вам до сих пор выплачивает некую вдовью, скажем так? Нет, это поначалу, потому что потом меня поддержали друзья другие. То есть это уже ближе к моим, они были мои более ближе. Они поддержали и взяли меня в свою сферу деятельности, где я была помощницей... То есть я до сих пор, извиняюсь, я помощница директора. Так вы работаете или не работаете? Я что-то не поняла. Да, я работаю сейчас. То есть это как бы более свободный график работы. Ну, где-то года три, наверное, я уже занимаюсь. Анечка, а его родители? Мы... Ну, у него мам только есть, поэтому мы замечательно общаемся. То есть с внучкой видится? Да, нет, не видится, она живет на Урале, он сам с севера был. Мы периодически, то есть мы созваниваемся, поздравляемся на праздник друг друга. Поздравляемся, внучка знает, что есть бабушка, и бабушка знает, что есть родная кровь. Да, конечно. Ясно, друзья поддерживают какие-то, да? Друзья все равно поддерживают, да, я очень благодарна. Я вообще благодарна всем людям, которые есть в моей жизни. Вообще тяжело потерять человека, да? Не только мужчину, но и, в принципе, близкого, родного у тебя человека. Не дай бог, я вот... Да не дай бог никому такого, конечно. Пусть будет хорошо. Ну, она молодец, видимо, справилась. Скажите, а через сколько времени появился вот подлец, который воспользовался горем безутешной вдовы? Где-то через год, где-то вот он начал за мной ухаживать. В течение года еще он предпринимал какие-то действия, чтобы я была с ним, и только с ним, и прям была, покорилась ему. Вот, и все-таки это произошло, потому что я, наверное, все-таки хотелось пригреться к какому-то мужчине. Ну, конечно, молодая женщина, боже мой. Он вам денег столько не дал, что ли? Что, в чем обман? Нет, там выяснилось, что у него параллельно. Да, он выяснилось, да, в параллель, то есть у него была своя жизнь личная, вот. И я потом узнала, ну, в жизни без добрых людей. А он вам обещал, что он ченится на вас? Нет, вы знаете, я, кстати... Ну, даже если просто близкие отношения, человек пока не говорит о свадьбе, а у него есть запасной аэродром, или есть еще какая-то... Ну как, ну у них взаимоотношения, любовь. А какие взаимоотношения? Может, это она думает, что взаимоотношения, а у него нет никаких взаимоотношений? Нет, 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 знаете, он мне показывал то, что... Подарки дарил? Редко. Вот видишь, редко. Нет никаких взаимоотношений. Говорил, что любит, да? Ну, говорил тоже, но как-то это все, знаете, было не настолько неискренне, что... Хорошо, как начался разговор о том, что есть еще кто-то, кроме вас? Знаете, я узнала это совсем от посторонних людей, и я не сказала ему сразу. Потом прошел какой-то период времени, и я все-таки, ну, сказала, что так нечестно, ты не имеешь права так поступать со мной, потому что я... Ты знаешь меня, ты знала мою всю жизнь, поэтому ты должен... А он что? ...какое-то принять решение. На что он, ну, там, отхикался, там, и сказал, что все будет хорошо, как обычно, как стандартно все говорят, мужчина, ты не переживай, и я с тобой... Да, это моя бывшая, я решила эту проблему. Не решил? Не решил, потом, ну, расходились какой-то период времени. Для меня это было больно, потому что я опять боялась потерять человека, который, ну, что он опять уйдет из моей жизни. Поэтому я очень переживала за это, и еще какое-то время я даже тянула эти отношения. Свет, ты бы не возражала, если бы у меня был бы вот такой вот помощник? Я думаю, я бы тогда секретарем к себе пошла работать. У вас остался один бонус, свидание наедине. Все, о чем вы хотите друг друга расспросить, пожалуйста, есть целая минута. Каждый раз веду в Германию, думаю, ну вот выйду в Соболе. Неприлично. Курточку мужниную, рукава закатал, и вперед. В кроссовках. В дочернинах. Ну, здесь хоть расслабишься немножечко. Нет, только в Москве все наряды, приклеенные ресницы. Ну, зато ты и требования какие, значит, на улицу не выйдешь. Я вас не смущаю то, что я, вот, у меня есть ребенок, и мы живем здесь. Как это, вот, вы можете представить, что мы будем... Я вообще бы представляю себе так, что можно было куда-то поехать, познакомиться получше. Какое-нибудь хорошее место съездить, скажем. Ну, и там уже видно было бы, наверное. А вы передвигаетесь по Европе, да? Не только на... Ну, как бы, или работа есть работа, то есть вы непосредственно привязаны... Я не имею возможности, имею возможности. Дорогая моя, сразу покажете сюрприз? Да, Александр, вы мне понадобитесь. Александр, я не знаю, любите ли вы морские продукты, но так как вы человек живете в Европе, а там это очень любят, вот, я бы хотела научить вас открывать устрицы. Берите устрицу, любую, какая вам побольше нравится. У них есть плоская часть, есть часть, где находится непосредственно сама устрица. В стиле устрицы есть мускула, ее нужно перерезать, и вуаля! А ты знаешь, кстати говоря, обязательно есть устрицы, нужно живыми. А скорее всего, они сдохли уже, позавчера. Сейчас он их поест, и передача закончится. И обляпает с вами белую рубашку. Потом запиваем морской водой, которая находится в устрице. Аккуратнее. И закусываем. Можно закусить хлеб. Спасибо, девочки. Проходите в твою комнату, не забудьте розы. Сюрприз такой же изысканный, как вы сами. Благодарю. Спасибо вам. Забирайте розочку. Невеста понравилась? Безусловно. Не может не понравиться. Очень стильно, интеллигентно. А представьте, соседи как будут завидовать. А сослуживцы, когда вы придете на корпоратив, на первое же, и вот приедет такая красота в виде Анны. Вот я как раз о том же самом и подумал, то, что вы сказали. То есть вы ее встречаете в аэропорту, да? И такая королева бурлеская. Шляпки с красивыми чемоданами, с собачкой. Да. Да? Да, конечно, выглядела бы... Держитесь, Александр, держитесь. Он прям, мне кажется, так робко стал себя чувствовать, когда он со мной стал рядом, не знал, что делать. Что звезда? Анна Рыба. Она родилась под знаком Рыб, и в ней очень много от этого знака. Она человек тонкий, чувствующий, авторитетный. Это человек, который может лишить вас проблем взаимоотношений, которые у вас как гвоздь возникли и торчат вот внутри. Такой ржавеющий, понимаете, гвоздь внутренний. Она, благодаря вашему совпадению, может лишить вас этих чувств. Я поняла, что это совсем не мой человек, не много не мой человек. Он, конечно, он добрый, я почувствовала, что он очень добрый. Кого ты советуешь? Аллочку, конечно. Почему? Потому что проблем меньше. Нам на старости лет уже нужно, не надо решать чужие проблемы. Своих хватает, как говорится. Поэтому Алла все хорошо выживет с продуктами за пивом, за пивом, как говорится. И быстрее согласится. И вас еще терпеть сможет. А все остальные девчонки не... И Наталья хороша. Вижу, рядом с вами монтируетесь. Такие два стройных человека. Алла, видите, смущает вас, что похоже на вашу бывшую. Будет немножко у вас такое отторжение. Но Анна хороша, конечно. Послушайте, ну кто не мечтает о королеве? О звезды что советует? С Натальей, конечно, больше всего совпадение у вас. Отношения могут строиться серьезно, но возникнут препятствия обязательно. В виде чего? В виде мужа и ребенка. Очень хорошее отношение, именно свободное сразу, вот как-то так сказать. Тамара, ну в этом возрасте могут быть уже какие-то препоны. Ну с любым человеком надо уже как-то бороться. Я понимаю, я имею в виду со второй девушкой. Очень легко просто построить отношения. Но вполне возможно, до конца вы не она, так сказать, вот не готовы жить вечером вместе. Думайте сами, решайте сами. Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Первая невеста, вторая и третья. А там нет никого в туи. А я сюда. Вы не хотите никому? Нет. Ну да нет. А это первая невеста пошла на меня. Да, да, да. То есть, ну в общем, смотрите, что вас с ювелиной связывает. Тут есть такие мышцы. И вот так их нужно напрягать. А напрягать вот рот или вот эти мышцы? Рота ни в коем случае нельзя напрягать. Потому что тогда морщина будет. Слушайте, овал лица, чтобы не подтекал. А вот овал, чтобы не подтекал. А вот. Это. Вот, да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот эти вот все наши мышцы напрягаются. Очень хорошие. Это прям болит потом. Я приглашаю всех выйти и поддержать Александра. К моему большому сожалению, у нас сегодня нет пары. Если вы тоже одинокие или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Продолжение следует.